Такой необычный цвет в ёмкостях с водой достигается за счёт наличия внутренних специальных ламп ультрафиолетового обеззараживания. Здесь сточные воды проходят последнюю, третью степень очистки перед тем, как попасть в водоём. Раньше микробиологическая очистка осуществлялась при помощи жидкого хлора. То есть мы хлорировали очищенную сточную воду. Сейчас запущена в работу станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Установка современного оборудования за три месяца доказала свой экологический и экономический эффект. Многие десятилетия во всём мире сточные воды очищались с помощью ядовитого хлора. Это угроза экологии водоёмов и жизни населения в случае аварии на предприятии. Хлор, себестоимость его гораздо больше, чем работает сейчас станция, потребляя минимальную мощность по электроэнергии. Эффекты от неё очистки ничем не хуже, а в некоторых параметрах даже и лучше – флорирование сточных вод. Через эти ёмкости в сутки проходит до 35 тысяч кубометров воды. Для обеззараживания установлены четыре кассеты, в каждой по 20 ламп, выделяющие ультрафиолет категории С. Такого ультрафиолета нет в природе, его изобрели учёные, доказав эффективность действия. Здесь показывается уровень воды, уровень затвора, движение. То есть, какие системы так работают. Система механической очистки ещё присутствует. Оборудование было установлено благодаря программе софинансирования в ноябре. Подобная станция обеззараживания есть лишь в двух городах Приморья – Владивостоке и Артёме. В этом году на станции очистных сооружений планируют заменить аэрационную систему биологической очистки.